Вайгач – это остров на границе Баренцево-Икарского морей, административно относится к Неницкому автономному округу Архангельской области. До промышленного освоения в 1930-е годы он был практически необитаемым. Более тысячи лет Вайгач был священным местом для неницкого народа и племен, населявших Европейский Север до них. Скандинавские поэты называли остров Вайгач и Егорию одним именем – Юнтонгейма и считали населенным магами и чародеями. Хебедея называли его самоеды, а поморы упрощенно – Хебедея – священная земля. Английский мореплаватель Стивен Боррул, посетивший в 1556 году остров Вайгач, видел на его северной оконечности 420 идолов, сгруппированных вокруг большого истукана Висака с семью лицами. Против болванских идолов на выступе материка также находилось 4 каменных и 356 деревянных идолов. Он отмечал, что на мысу находилось святилище идолов, сделанных грубо и примитивно. Иногда они являлись просто палками с нарезками, обозначающими глаза и рот. Рты и глаза идолов и некоторые другие части были вымазаны кровью. Иностранные исследователи также описывают в своих материалах идолов, которые они увидели на Вайгаче. Мореплаватель Штурман Иванов, приставший к Вайгачу в 1824 году, также обнаружил эти причудливые извояния. В 1826 году святилище Висака посетил архимандрит Вениамин, руководивший деятельностью миссии для обращения ненцев Архангельской губернии христианства. По распоряжению Вениамина святилище Висака было полностью разрушено, а идолы сожжены дотла. Несмотря на полное уничтожение самого почитаемого священного места, ненцы не раз делали попытки его восстановить. В 1837 году биолог Шренг, побывавший на острове Вайгач, сообщал, что возвратившиеся на свои места самоеды избрали для жертвоприношения место недалеко от креста, воздвигнутого миссией архимандрита Вениамина, и снова поставили здесь своих деревянных идолов. Ненцы здесь поклонялись своим божествам, просили у них разрешения на промысел рыбы и зверя. Вплоть до 20-х годов прошлого века люди предпочитали тут не селиться. Аборигены верили, что только божества могут здесь находиться, что людям, осмелившимся нарушить их покой, грозит смерть. На остров, преодолевая опасный пролив Югорский шар, приезжали хоть раз в жизни молиться богам и совершать жертвоприношения. Они так и называли его Хабидяя – Святой Остров. Это был единственный в Арктике и, возможно, в мире сакральный остров, где никогда никто постоянно не жил. Расположение святилищ отражает древние принципы организации священного пространства коренных народов, которые населяли Арктику. Богов на Вайгаче у немцев было много, но главные – старик Высака и старуха Хадака закупили за собой южное и северное побережья. У старика и старухи были дети и внуки, поэтому святилища, посвященные им, разбросаны по всему острову. На причудливо оформленном природой Южном Балванском мысу находится пещера с двумя выходами, рядом с которой был найден идол с семью лицами – Высака. А на севере изготавливать идолов не понадобилось. Огромный камень на верхушке скалы очень похож на голову старой ненки. Это Хадака. Художник Александр Борисов, побывавший на этом святилище и запечатлевший идола в рисунке «Главная самоедская святыня» на острове Вайгач, оставил замечательное описание обряда жертвоприношения Матери Богов. Александра Борисова поразила, что на главном святилище ненцев гораздо меньше идолов и остатков жертвоприношений, чем на других священных местах. А сейчас от святилища остались лишь горка камней. До ненцев, которые пришли сюда, как считают ученые, где-то после XII века, островом владели другие северяне – Печоры и Сирти. Их-то и вытеснили уральские самоеды, которые сначала появились на материке в районе пролива Егорский шар, обосновались там, а потом сделали Вайгач своим святилищем, переработав, правда, кое-что из культов предшественников под себя. Так в борьбе народов за это место под суровым солнцем севера сложилась уникальная культура острова Вайгач. Самоеды никогда не называли Вайгач Вайгачом, и откуда пришло это название им было неизвестно. Сегодня ученые отмечают, что оно могло быть дано острову голландцами, так как остров вполне можно было назвать вратами ветров – Вайенгат. Или оно произошло от немецкого «Вайхайпц» – «Земля смерти», или от ненинского же «Вайгач» – «Наносной», «Намумной», «Низменный». До XX века Вайгач был пристанищем богов. В настоящее время на острове есть поселок Варнак и полярная метеостанция. В 30-е годы заключенные добывали здесь руду. Условия жизни были очень суровыми. Зимой температура до минус 40 градусов, ветры в юге. Чтобы передвигаться между постройками, натягивали веревки, за которые держались. Однако срок заключения зачитывался ускоренно – год за два. К 40-м годам добыча руды прекратилась. Сравнивают остров Вайгач с островом Пасхи. Кроме того, у Вайгач уникальный географический объект. Здесь огромное множество озер, красивейшие скалы и водопады, а также древние светилища ненцев. Туристы рассказывают, что рядом с Вайгачом часто ломается техника. А иные гости острова видят призрак. Человек в Малице бывает так мелькает перед путешественником, что он понимает – дух острова размышляет о том, пускать ли его на священную землю. Ту землю, о которой полярный исследователь Валерий Демин, к примеру, говорил, что именно здесь зародилась цивилизация. В 1986 году здесь провела свой первый сезон морская комплексная арктическая экспедиция под руководством Петра Боярского, которая до 2010 года работала на острове Вайгач почти ежегодно. По результатам этой огромной работы была издана монография «Вайгач. Остров арктических богов». Обнаружив семеликого идола, москвичи решили, что артефакт требует реставрации и забрали его в столицу. Но, как оказалось, вайгачский кумир сам может о себе позаботиться, и ученые сполна расплатились за свои воли. В реставрационной мастерской Идау провел всего около года. Но с того момента, как он там поселился, на реставраторов начали сыпаться разнообразные неприятности. Обваливался потолок, самовозгорались электроботовые приборы, люди стали часто болеть, несколько человек угодили в автокатастрофу. История напоминала известный случай с местью древнеегипетской мумии. Катаклизмы валились на москвичей со столь завидной регулярностью, что они поспешили избавиться от артефакта, даже не закончив толком реставрацию. Идола упаковали в коробку и отправили в адрес Пустозерского музея с просьбой вернуть раритет на остров. Работники музея, наученные горьким опытом столичных коллег, даже не стали распаковывать посылку и при первой же возможности переправили артефакт на вайгач. Такая оказия представилась, когда в Нинецкий округ приехал польский журналист, мечтавший попасть на священный для немцев остров. Он-то и вернул раритет на родную землю, где передал местному жителю Андрею Вылки. С помощью поляка тот установил идола на прежнее место. Во все времена здесь жили люди с сильным духом и ответственным. Условия в Арктике непростые, переменчивая погода, часто заходят белые медведи и практически нет связи с большой землей. В 1913 году на острове Вайгач начала работу гидрометеостанция. Интереснейшие воспоминания о первой зимовке на метеостанции оставил священник телевисочного прихода Геннадий Юрьев, первый просветитель войгачских немцев. В апреле 1914 года этот православный подвижник вместе с псалмщиком Германом Игумновым в очередной раз выехали на Вайгач для проведения богослужений и просвещения самоедов. В конце мая путешественники по льду переправились через Егорский шар. Здесь отец Геннадий обнаружил 12 мужчин, 8 женщин и 14 детей, всего 34 ненца, живших в чумах. Он отмечает запустение Вайгачских промыслов. Былое время в бухтах острова собиралось до 16 судов, стояло до 20 изб. Батюшка сумел объехать весь остров, совершал молебны в праздничные дни, вел духовные беседы с ненцами. Отслужил он панихиду на могиле неизвестного священника Восьминниках, который умер во время зимовки. В июне неутомимый батюшка возвратился в Хабарово, где Герман Игумнов уже начал занятия с самоедскими детишками. Два месяца отец Геннадий и его помощник учили, крестили, венчали, соборовали, отпевали. В сентябре 1914 года батюшка Геннадий снова переправился через Егорский шар и быстро добрался на северную оконечность острова, где раскинула ажурную стальную мачту Вайгачская станция. Кроме него зимовали в 1914-1915 годах на Вайгаче заведующей станцией доступов служители Принцев и Палисадов, сторожа Елисеев и Карпов. Персонал станции оказывал ненцам всяческую помощь. Палисадов лечил и делал перевязки, Принцев чинил сломанные ружья, начальник станции всегда гостеприимно встречал приехавших самоедов. Серьезно больных оставляли лечиться на станции. В ноябре открылась домашняя церковь и при ней школа для взрослых и детей. Двух самоедских детишек, Мишу и Ваню, поселили для обучения грамоте на станции. Местные ловят на острове арктического гольца и нельму. Довольно часто на острове встречаются песцы, лисы, пеструшки и северные олени. Летом на прибрежных утесах, на болотах и озерах обилие птиц, часто белые медведи. На побережье имеются огромные колонии тюленей, моржей и морских зайцев. В прибрежных водах часто появляются синие киты и киты-горбачи. Из растений наиболее распространены мхи или шайники. В южных районах острова произрастают сосудистые растения, большинство из которых низкорослые и стелющиеся. Распространены карликовые березы и низкие однолетние травы, много грибов и морожки. Тундра летом очень красивая. Здесь необычно сочетаются приморские луга с необыкновенно яркими для тундры цветами и вечная мерзлота. На острове бывает много белых медведей. Белый медведь по праву считается в Арктике царем зверей. Это самый крупный и самый опасный хищник на планете. Размеры взрослого медведя-самца достигают 3,5 метра в длину и до метра в высоту, а вес его может составлять более тонны. Прыжок мишки с места составляет более 6 метров, поэтому встреча с белым медведем для человека очень опасна, и местные стараются не встречаться с ним. Вайгач был для самоедов своеобразной меккой, а сейчас этот остров остается одним из самых красивейших островов в Арктике. Здесь хочется замереть от красоты вечных льдов, от тайн арктических пустынь, вдохнуть морозный пронзительный воздух в темной полярной ночи и часами любоваться северным сиянием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok